Ммм, моя красавица даже не догадывается, что ее ждет завтра. Всем бред, друзья, моей девушке нет дома, это означает, что правильно, что я серьезно могу пошалить. Настолько серьезно, что она просто офигеет. И нет, я не говорю про 10 шлюх в моей квартире. Я хочу сделать своей девушке предложение. Для вас это все может показаться максимально странным, вы скажете, типа, вы даже не встречаетесь и месяца, какое предложение, Вася? Я вам рассказывал, как мы познакомились. Давайте немножко напомню, вдруг кто-то не смотрел ролик. Алена посмотрела очень много моих роликов на ютубе. Я ей понравился, и она решила зайти в инстаграм, посмотреть, что у меня в инстаграме. В инстаграме я ей, соответственно, тоже понравился, и она решила мне написать. Соответственно, она мне написала, я увидел и ответил. Потом мы с ней общались где-то полтора месяца, чтобы не соврать, по 4-5 часов в сутки. Реально, я не вру. Уже тогда я понял, что это мой человек, потому что по общению, по духу мы с ней очень похожи. Мы как лучшие друзья. Это самое крутое. У нас очень много общих привычек. На 90% мы любим одинаковую еду, вы представляете? У нас одинаковое хобби. Она любит тачки, я люблю тачки. Она любит спорт, я люблю спорт. Это можно продолжать бесконечно. А самое важное, что я ей нравлюсь таким, какой ей есть. Вот с такими глубокими глазами, с такой длинной шеей. Ей все это нравится. Сейчас многие хейтеры могут написать, типа, да она с тобой ради денег, ради популярности. Она ни разу у меня не попросила денег. Ни разу. Она не хочет моих денег, а о популярности вообще речи нет. Ей эта популярность вообще даже близко не нужна. Она буквально год назад вообще узнала, что тут такое соцсети и зарегистрировалась в них. У нее нет стремления развивать там инстаграм, ютуб и так далее. Но я бы хотел, чтобы она развивала, чтобы она этим могла зарабатывать. Что мне в ней нравится, это она красивая, она заботливая, она добрая, она очень вкусно готовит. Она настолько вкусно готовит, что я в ресторане так не ел. Недавно приготовила салат «Цезарь» и он намного вкуснее, чем салат «Цезарь» в ресторане. Понимаете? Вся еда у нее абсолютно вкусная. У нее классная фигура, классная внешка, классно с ней общаться, весело проводить время. Прям мой человек. Самое крутое, что она натуральная. Она не красится. Она максимум, что делает, это красит ресницы. Все. У нее свои ногти, свое лицо, свои губы и так далее. Никакого ботекса. Абсолютно натуральный человек. Я обожаю в девушках натуральность. Если она еще и красивая натурально, то это вообще пушка. Ну и я подумал, мне 27 лет уже, скоро будет 28. Почему бы мне не пожениться? Если учитывать все факты, что я нашел офигенную девушку. Ну и соответственно, пока Алены нет дома, она уехала к маме. Завтра утром она вернется ко мне в 12 часов. А что я сделал сегодня? Я сходил в магазин и просто купил кольцо. Мне это кольцо очень понравилось. Надеюсь, понравится моей девушке. А самое важное, я надеюсь, что оно налезет ей на палец. Потому что она сказала, что у нее 16 размер. Я взял на всякий случай 16,5. Потому что 16 мне даже не налез вот сюда, понимаете? Короче, будем надеяться, что 16,5 подойдет идеально. За это я беспокоюсь реально больше всего. Ну и конечно же, я сделаю необычное предложение. В стиле блогера сделаю его, конечно же. Ну а перед тем, как я расскажу, давайте небольшая реклама. Итак, друзья, что за предложение у меня будет? Я решил не идти в какой-то ресторан, не идти куда-то в красивое место, еще что-то. Обычно в таких местах делают предложение. Я решил просто сделать это все по-блогерски. Сделать максимально круто, чтобы вам интересно было смотреть. Чтобы мне было интересно за этим наблюдать. И что по Лене самое главное было непонятно, что будет предложение в конце. И вообще непонятно, что, зачем, почему, зачем ты это со мной делаешь. И в конце реакция должна быть просто офигенной. Если она, конечно, не выдохнется и не упадет просто. Такое может быть. Сейчас расскажу. Короче, я сделал для нее квест. Я не буду сейчас в подробностях рассказывать, что за квест. Вы все увидите в этом ролике. Вам будет интереснее, если я не буду спойлерить. И вы увидите, как Лена выполняет все. Она будет читать и так далее. Короче, квест состоит из того, что ей придется ходить по инстанциям и выполнять мои задания. Которые я заранее сегодня разложил. Пиздец, я запарился. Я так запарился искать места. Я очень надеюсь. Сейчас 2 часа ночи. Я все разложил. Я надеюсь, что утром в 12 часов никто ничего не сопрет из этих мест. Потому что это будет не очень приятно. Короче, она ходит по инстанциям. И на этих инстанциях она находит бумажки. Там будет наказание. И будет, естественно, какая-то поблажка. И она должна будет просто рандомом выбрать одну из бумажек. Немножко за спойлерю. По блажках везде будет поцелуй. А наказания будут спортивные. Она должна будет сразу же выполнять какие-то упражнения прямо на месте. Все-все. Это максимальный спойлер. Больше ничего не спойлерю. Все, ребят. Я ложусь спать. Завтра встречаю утром Алену с камерой. И начинаем сразу же делать историю. Исторический момент, хлопцы. В натуре. Вот это исторический момент. Когда мы будем старые, мы будем пересматривать этот видос много раз. Наши дети, наши внуки увидят этот видос. Он воистину исторический. Ладно. Давайте спать, короче. Блин, ребят, помните, я вам говорил, что когда я волнуюсь, меня жестко тошнит. Просыпаюсь я, если что, утро уже. И просто капсда от этих мыслей. У меня такая тошнота пошла. Я сейчас лежу просто охереваю. Блин, мне так стрёмно. Я так волнуюсь, короче. Просто жесть. Кофт он написал. Я вот ему тоже по приколу говорю. Сейчас скоро буду девушке предложение делать. Он говорит, блин, красавчик вообще. Меня тоже писяц как трясло. Жена подумала, что ему плохо, блин. Короче, это очень волнительно. Если вы думаете, что это как бы просто так, то, блин, это очень волнительно. Прям капец. Сейчас Алена должна уже, по идее, прийти. Я в боевой готовности. Встречаем и сразу же начинаем делать квест. Привет, малышка. Не снимай. Иди сюда. Короче, сейчас тебя ждёт очень интересный контент. Идея в том, что я тебе купил очень дорогой подарок. Подарок в цену, не знаю, месячной зарплаты москвичей. Тебе для этого нужно будет пройти квест, чтобы получить этот подарок. И квест начинается прямо сейчас. Ты не раздеваешься, надевай сразу ботинки заново. Я тебе забыл это сказать. Подожди, не знаю, всё, тогда я хоть зубы почищу. Короче, квест начинается прямо отсюда. Надевайся, одевайся. Даже сюда не заходи. Давай, 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 давай. Я же тебя три часа ждал, не просто так, ёмор. Дядь, ты вот придумаешь что-то? Угу, угу, это контент, детка. Она даже не догадывается, что это будет. Я хотя бы накрасил его, я не знаю. А ты и так раз ебая, ты что? Да, прям. Смотри, иди сюда к столу. Тут начинается твой квест. Так. Вот это всё, что тебе понадобится. И читай, короче, на бумажке, что написано. Зайди в задание и выполни его. Перчатки. Угу. Так, перчатки есть. Ну и почеркать. Ну, старайся, старайся. Выбери только одну бумажку. Наказание или приятность. Какую бумажку-то? Да не тут, это просто читаешь, а потом это всё будет понятно. Читаешь следующее задание и идёшь выполнять. В конце тебя ждёт крутой приз. Поехали. Он топит на пути, кричьте. Как, а, топил на пути. Как мог, атаковал, как цезарь. Ой, как цезарь. Я, конечно, понимаю, что мы цезарь салат ели, но не цезарь. Я просто про салат подумала. Что-то унижал грегу, греку, гречу, гречу, может быть, с курицей и наваливал в лицо. Что это за фигня? Где тренировался Игорь Войтенко? Я там делал фото. Найди перчатку. Ты помнишь, где я делал фото? Да, она внутри во дворе. Всё, пойдём. Бери перчатки, карточку. Карточку не забудь. Да этот лист можешь выкинуть уже, он мне нужен. Вот на зло все начали звонить, блин. И мне, и тебе. Здравия. Лёне тут позвонили, машину отогнать как раз надо, блин. Всё портят нам, вот зараза. Да-да-да, вот там Игорь Войтенко принял, сейчас мы туда и пойдём. Зачем мне перчатки для воркаута? Придётся что-то делать интересное. Я не буду подтягиваться, это точно. Подтягиваться не будешь. Тебе понравится, наверное, но это не точно. Но это не точно. Сейчас, Алёна, машину отгонит, и мы начнём. Так, всё, друзья, мы начинаем задание. Как ты думаешь вообще, что тебя ожидают? Я не знаю. Вообще предположений никаких нет? Нет. Это, конечно, выдумщик, но не знаю, ничего. Прям такой супер... Не думаю, что что-то... Не думаешь, что прям гениальное что-то будет? Ну да. Она во мне сомневается. Короче, все задания будут находиться вокруг нашего дома. То есть ничего особого, никуда ездить не надо, всё вокруг дома. Проход у нас во внутренний двор. Мне надо... Что надо найти перчатки? Перчатку. Перчатку. Перчатку, а в перчатке будут задания. Именно определённое место. Тут большая локация. Блин, ахрен тебя ждать? Тут подпуск, я чё помню, что ли? Так. Там такая синяя штука на полу была, короче. А тут сейчас снег, всё завалило. Да. Я из спортивных блогеров только тебя смотрю. Видишь, какая-то умница. Умница, красавица. Я уже вижу неприятность. Всё. Дерьмо. Я надеюсь, они не зафакапили мне. Хотя, скорее всего, зафакапили. Короче, вот в этом месте что-то должно быть необычное. А, нет, всё-таки перчатка есть. Я её даже вижу. Пабам! Да, это она. Она? Так. Тут лежал мячик, блин, я думал, просралась перчатка. На этом месте именно мячик был, а он тут оказался. Тут пацаны, видимо, играют. Любую. Всё, отлично. Давай, разворачивай, чё там. Твою хернюю. Ладно. Раз. Два. Десять. Отлично. Молодец, дай пять. У меня руки отмёрзли. У меня тоже. Какое следующее задание у тебя там? Причём здесь оплата парковки? Там что-то есть. Да, у нас бесплатный вообще-то округа дома. Не, там реально какой-то автомат стоит, и написано оплата парковки. А, да? Нам нужен этот автомат. Так, где ты думаешь, оплата парковки у нас может быть? Ну, шлагбаум. А где шлагбаум у нас? При выезде. А при выезде их тут много, кстати, выездов. Он тот, что ли? Не знаю. Сама думай. Пойдём посмотрим. Пойдём посмотрим. Может, тут ещё есть эти автоматы? Ну, вряд ли там, конечно, что-то есть. Там не может быть? Я не знаю. Просто я не вижу ещё других оплат парковок. Я тоже не вижу. Вокруг этого дома вообще возможно. Это тупо подсказки. Это не подсказки, ты меня в заблуждение вводишь. Ну да, ввожу в заблуждение, возможно, где-то ещё. Так будешь говорить горячо-либо. Так неинтересно будет. Это? А чё там? Картонка какая-то. А как? Блин, ну-ка посмотри, там чё-то есть? В картонке. Вот я буду всякий гнусор. Есть чё-то? Ой, блин, нифига себе. Значит, тут всё-таки было. Офигеть. Офигеть. Господи, хоть бы ни приседания, ни что-нибудь. Ни что-нибудь. Приятность. Поцелуй. Всё-таки повезло. Вот это мне больше нравится. Задание. Самолётик или член. Вот так член. Вот так самолётик. Ну а что? F-47. Что это может быть? Я думаю, что это название парковочного метра. Ой, блин, их тут много. А, блин, Кобеда. Ой, их тут много. Вы смотрите, сколько 47, 47, 47. Ну, как всегда, то же самое. Куда можно прятать? Я не знаю. Ну, тут один ряд всего лишь, тебе повезло. Так что можем пройтись по всем рядам, посмотреть. Потому что на меня мужик вон в той будке так смотрел в тот раз, короче, вчера, сегодня ночью получается. Что я думал, что он подошёл, потом и проверил. Чё ж я там заныкал? Скажет, закладка, наверное, наркоту какую-нибудь. Ага. Тут тоже ничего нет. Чё-то есть? Опа! Опачки! Я Шерл Компс! Нашла! Ничего себе! Привет! Да блин! Твою мать! У меня не хватило фантазии, я просто бутоны сорён. Так, в задание. Там, где письма все хранятся, что-то может заваляться. Ах ты мой поэт. Так, письма все хранятся. Где могут письма у нас храниться? На почте. Правильно. А ещё? В ящик в квартире, в этом подъезде. Не знаю, проверим. Блин! Куда почта? Может, на почте, может, я на почту отвёл письма. Ты сказал, что всё в этой локации около дому. А, да, да, ты помнишь, видишь, молодец какая. Что-то я мог бы постараться на такси съездить, там, на почту. Где-то заныкать. А почта много в Москве, видимо, да? Да, вообще-то есть. Так, ящик, да? Ага. Где у нас письма? Так. Поселки, где наш? Поселки. А, нашла. Что-то есть? Ё-мо-я, нифига себе, так быстро нашла я, не ожидал. Так, все. Блин, наказали! Что там? Десять... Десять выпрыгов. Выпрыгив. Я вас здесь сейчас? Каких выпрыгов? Ну, присед и выпрыг, да. Вы не обращайте внимания, если что-то. Он мне просто как-то не отдаёт. Сильно выпрыгивает? Да. Раз, два, три, четыре, пять, десять. Хорошо. Теперь читаем, что там следующее задание. Справа от шлагбаума какие-то хреновины. Зачем они нужны? И... И вот. Эти шлагбаумы? Не знаю. Блин, ну скажи хотя бы... Ну, ты внимательно почитай, что там написано. Так, справа от шлагбаума. Да, тут много шлагбаумов вокруг нашего дома, поэтому... Зачем они не в земле торчат? Я знаю, что ли? Справа от шлагбаума зелёный хрен из земли. Что это может быть вообще? Что это может быть? Трава. Трава, а ещё что? Честно говоря, я сам не знаю, что это такое, поэтому... Так, и здесь... Вот эти, что ли? Какие? Вон... А этот... А, не знаю. Да в смысле не знаешь, скажи! А, они тоже зелёные, кстати. Ну да. Но они или не они? Я не могу подсказывать за этот твой же квест. Може! Нет. Подскажи! Твой квестик. А за поцелуй? Нет, так нельзя. Так, пойдём проверим. Пойдём проверим. Ну я не... Чё это такое вообще может быть? Непонятно. А, вот те, что ли? Нет, там те. Много здесь чё-то. Чё-то много, давай всё проверим. Ну это точно, скорее всего, не это. Ой, блин! Нифига себе! Охренеть! Я просто Шерлок Холм! Жесть! Она с первого раза всё находит, я ей не подсказываю вообще. Приятность. Опять поцелуй! А, я моё! Диштяк! Гриль-бар. Эти две зеленухи выглядят красиво. Чё за зеленухи такие? Это из ёлки, наверное. А, ну, кстати, возможно. Гриль-бар 24. Как ты думаешь, что я мог тебе купить такого дорогого? Ну, не знаю. Что такой квест прям замутил. Ну, телефон у меня есть. Ну, блин, как есть-то? Ну, я типа мог бы тебе купить чё? Айфон 12, например. А-а-а. Как считаешь, купил, не купил? Ну, не знаю. Мне кажется, нет. Нет? Почему? Хотя, кого знать. Я всё могу. Ты всё можешь, понимаешь? Так, гриль-бар, гриль-бар. Ну, хоть туда идём-то. Не знаю. Я вообще не шарю. Да, в смысле не шаришь? Так а ты ж пробила по гуглу где? Ну, может, это другой гриль-бар. Другой? Интересно. Ну, подумаешь, идём в дом. Три раза? Парой раз, да. Так, с этой стороны точно должен быть, без мельяшки отмёрзли. А вот он, гриль-бар. Вот они ёлочки. Блин, как она так резко находит всё. Она даже там не лазила, ничего сразу же нашла. Офигеть. У меня глаз-алмаз. Поцелуй. Блин, да что ей так везёт? Офигеть. Вернись домой, а тащи приз. А, это всё? Ё-моё. Пойдём. Я думал, ещё что-то будет. Чё, как тебе понравилось? Да, прикольно, только холодно. Холодно, да. Надо на такие случаи одевать. Но, как видишь, это ещё не конец, поэтому... Да, мне ещё дома искать. Я ещё дома будешь искать. Слушай, ну, в принципе, я думаю, что я так же с первого раза. Легко найдёшь, да? Ровно три часа. Три часа. Это получается, ты где-то за полчаса управилась? Угу. Офигеть. Да, вот так. Учитесь. Офигеть. Как всё-таки думаешь, что будет сейчас? Какой подарок? Я не знаю. Вообще, даже догадок никаких нет? Нет. Думаю, тебе понравится. Очень понравится тоже. Главное, что никто не застопорил этот кончейль. Ну что, финальный момент, финальный. Включаю камеры. Ты готов к мощной ботунке. Грязь, конечно, капец. Короче, вот во всей хате тебе нужно найти подарок твой. За верху. Можешь начать откуда угодно. Ладно. Ой, глава же закружилась. Это не тот подарок. А это другой? Это другой подарок. Тоже не тот подарок. Тоже не тот? Нет. Ну хотя бы говорите. Что искать-то? Надо что-то найти. Тут кроме мусора. Что-то то, что... Тут кроме мусора еще чего-то, как бы... Ну, что-то должно быть еще. Так, наверное, где-то он не на видном месте. Один на этом шкафу. А, вот он. И он? Правильно. Без лишних слов. Уйдешь за меня? Блин! Блин. Серьезно? Конечно. О, я тебя люблю за это. Самое лучшее. Что было в моей жизни. А тут просто, как бы, коронавирус и куча перчаток, которые тебя преследовали всю жизнь. Всю жизнь, говорит. Весь видос. Как твои эмоции? Видно, что ей понравилось. Наши дети, внуки будут смотреть этот видос, короче. И думать, нифига себе у нас байпы с мамкой офигенные. Все суки. Я тебя тоже дайкорюбляю. Блин, ну придумал. Ты везем челленджом найдешь. Теперь самое важное. Давай посмотрим, налезет он у тебя, либо нет. Потому что ты сказала 16 размер, тогда я взял немножко поводишь, 16 и 5. Будем надеяться, что она тебе влезет. У меня руки опухшие. Нет, погоди, дай подавали. Все, это нормально, да? Нормально сидит, не дают? Нет. Отлично, видишь? А если бы я 16 взял бы, я бы прогадал. Красиво, нравится? Да. Класс. Ты ожидала, нет? Нет. Вообще не ожидала? Я рад, что такие эмоции. Надеюсь, вам тоже этот ролик понравился, ребята. Потому что Аленочка очень хорошая девочка. И я очень рад, что встретил ее. Точнее, рад, что ты мне навязала. Я тебе навязала? Я еще и будила. Вот это, конечно, прикольно. Вот это подарок. Вот это подарок. Вот это подарок. Он бесценен. Да. Он бесценен. Все, видос закончен, ребята. Выключайте.